Здравствуйте, мои уважаемые цветоводы-любители! Сегодня я хочу записать для вас блог. Поскольку у нас опять идет дождь, льет уже второй день и обещали всю неделю дожди. Естественно, на дачу я не поеду, а общаться с вами мне очень хочется. Я очень благодарю вас за подписку, за то, что вы подписались на мой канал. Я сейчас хочу открыть отдельный плейлист, который будет называться «Вопрос-ответ». Поскольку я обратила внимание, что сняла я какой-то блог и там ответила вроде бы на вопрос. И потом в следующем видео опять задают тот же самый вопрос. Вот вопрос, где вы живете, он практически под всеми роликами. Я уже рассказывала об этом. Живу я в городе Оренбурге. Мне 46 лет, у меня двое детей. Дочке 17 лет и сыну 26 лет. И вот дети выросли, и мама теперь решила заняться блогерством. Как мы говорили, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. А теперь чем бы мама не занималась, лишь бы не скучала. Ну, я очень рада, что у меня дети самостоятельные. Дети у меня творческие. У них также очень много планов, как и у меня. Очень много увлечений. Мы потом смотрим, кто у нас чем увлекается. И, в общем-то, нам интересно. Я сейчас не подготовила список вопросов, которые мне задавали и на которые я хотела бы ответить. Это мой первый ролик, вот так лицом в камеру, где я буду отвечать на вопросы. Так, ну, в общем, на два вопроса я ответила. Где я живу, сколько мне лет. Но, вы знаете, я, конечно, на личные вопросы могу отвечать. Мне скрывать нечего. Я общаться люблю, но я не всегда понимаю, для чего это нужно садоводам. Больше, конечно, я приветствую общение по поводу наших растюшек. Вот смотрите, как у меня красиво зацвели орхидеи. Я вам уже показывала. У меня есть видео, где цвели орхидейки. Ну, и, естественно, как я могу их не поставить сюда и не похвалиться. Тем более, что у нас во всей квартире идет ремонт. И мы вот еще старые обои не ободрали. А здесь вот проводку пробивали. Тут у нас штукатурка. Мне надо как-то задекорировать это все. И поэтому у меня это будет как декор. Но и заодно я сейчас похвастаюсь. Смотрите, как они у меня шикарно цветут. А вот эта белая орхидея, ну, она просто сошла с ума в этом году. Вот у нее две стрелки. Ну, орхидеи мои все молоденькие. Они у меня недолго живут, два года. Вот. Я буду вам еще показывать. Буду показывать, в общем-то, какие я выводы сделала. Какие ошибки у меня в уходе. Ну, в общем-то, все буду я вам дальше рассказывать. Это уже будет по темам. Ну, а вот этот вопрос-ответ мы просто с вами будем обсуждать. Но я не только буду с вами беседовать и отвечать на ваши вопросы. В этих роликах еще я и буду задавать вопросы. Но я еще не привыкла вот так вот рассказывать лицом в камеру. Я иногда смотрю на экранчик, который у меня развернут, он сбоку. И кажется, что я смотрю в сторону. Я потом вспоминаю, начинаю смотреть в объектив. Поэтому уж извините, я потом привыкну. Как мне с вами общаться. Ну, я буду очень рада, если вы вот так за чашечкой чая просто будете иногда со мной беседовать. Вопрос, который я вам хотела бы задать. Я сейчас буду сажать через неделю яблоньки и груши. И я очень хочу посадить яблонь и груши, чтобы она была крупная. Груша мелкая у меня растет. Ранетки у меня очень хорошие, вкусные растут. А вот крупную сладкую яблоньку я хочу посадить. И я буду очень благодарна, если вы мне напишите внизу под этим видео, какие у вас растут яблоньки. Но у нас очень сильные морозы. И вот будьте добры, мне подскажите, какую мне посадить морозоустойчивую яблоньку и грушу. Вот чтобы именно была она крупная и сладкая. Хочется мне больших яблок. Но я уже для себя так сделала вывод. Я, наверное, посажу грушовку-антоновку. Я так думаю, что у нас в нашем регионе будет расти. Но вот вы мне посоветуете еще какую посадить. Вот именно, чтобы сладкие и крупные были яблочки. И также, если вы знаете, сорт черной смородины, чтобы она была очень-очень крупная. На старой даче у меня была смородина. Вот вся смородина была обыкновенная, а один куст был настолько крупный. Там ягодки были, они почти как вишни были размером. Вот такие крупные. Вот что это за сорт, я не знаю. Вот вы мне, пожалуйста, напишите, если у кого есть такая крупная смородина. Я хочу найти вот такой крупноплодный сорт и посадить. Ну вот, в общем-то, я вам задала уже два вопроса. Ну а вы мне задавайте вопросы дальше. Еще такой очень частый вопрос, что взошло, что не взошло. Ну иногда, допустим, мне не хочется снимать вот целую передачу. Допустим, вот я сажала кукурузу. Я не сняла, как я сажала кукурузу. Но вот так она у меня уже хорошо взошла, без земли. Уже ее можно, в общем-то, высаживать в открытый грунт. Вот я вот, когда вопрос-ответ в этой рубрике, я буду отвечать на вопросы и показывать. Допустим, если у меня передачи про это не было. Вот, допустим, как огурцы я сажала. Тоже у меня не было такой передачи. Огурчики я... Так, это у меня дыньки. Вот дыньки уже взошли. Вот такие крышки большие. Тоже без земли. Так, дельфиниум взошел. Нужно досыпать землю. Так, здесь я сажала вот это у меня. Что это? Так, это у меня огурец, орлик, сорт. Вот, пожалуйста, огурчики взошли. Нужно уже их отсюда рассаживать. Так, вот смотрите, почему... Говорят, почему вы сажаете в рулончики, а не сажаете обычным способом. Вот, смотрите, посадила я в рулончик. Видите, не все семечки проклюнулись. Землю я не тратила. Если бы я взяла стаканчики и туда бы воткнула вот эти вот семечки, то я очень много потратила бы земли. А теперь вот эти семена, которые очень крепкие, вот у меня их 5 штук, я сейчас их отсюда возьму и посажу по стаканчикам. А те, которые слабенькие, я просто забракую и выброшу. И не буду тратить на эту землю. Вот поэтому, в общем-то, мы стараемся найти такие способы, чтобы это занимало мало места. Вот такое большое количество семян. Если бы я эти семена посадила бы по стаканчикам или проращивала бы в губки, в стаканчиках они бы заняли очень много места. А в губке не было бы возможности вот так им прорасти. В губке только-только у вас семена проклюнулись, уже вы их будете сажать по стаканчикам. Но это еще не факт, что эти семена у вас очень крепкие. Вот вы сейчас только по росткам можете увидеть, насколько крепкие саженцы, а насколько слабые. Если семечка проклюнулась, это еще не значит, что она будет хорошо расти. Вот таким образом у нас получается естественный отбор. Вот самые крепкие семена, вот с такими вот длинными корешками. Вот с такими длинными корешками и вот с такими длинными росточками. Вот как раз они у меня сегодня-завтра будут высажены в стаканчики. Ну а остальные, естественно, я забракую, поскольку при нашей жаре они уж точно не выживут. У нас вот такой очень сложный климат. Про климат у меня передача есть отдельная, я снимала. Вот поэтому такие слабенькие я уже сажать не буду. Они однозначно у нас не выживут. Мне нужны только крепкие растения. Ну, арбузики и дыньки очень хорошая всхожесть. У кукурузы очень хорошая всхожесть. Еще мне задавали, значит, вопрос, что взошло, что не взошло. Из редких семян я сажала тую. Туя проклюнулись у меня две семечки. Я была очень удивлена. Я не знаю, неужели правда из них вырастут красивые деревья, или может быть потом они у меня погибнут, эти туи, не знаю. Но две семечки у меня проклюнулись. Так, микробиота не взошла. Дельфиниум очень туго всходит. Давно сажала вот только-только. Сажала я дерево, магнолия. Первый раз вообще увидела такие семена. Она не всходит. Я ради интереса все-таки на днях один стаканчик расковыряю, посмотрю, что там. Вот, я скажу, но пока не взошло. Ну, гацания, вербена, все это взошло. Это я сажаю каждый год. Так. Ну, петунь в торфяных таблеточках всегда у меня всходит хорошо. Но что было плохо, турецкая гвоздика. Я вам показывала видео про турецкую гвоздику и сажала в торфяные стаканы. Ужасно она растет в торфяных стаканах. Эти стаканчики намокают, а земля становится сухой. Они забирают всю влагу. А когда я дополнительно начинаю поливать, то уже получается все это плесневеет и загибаются мои всходы. Поэтому все, торфяные стаканчики никогда в жизни я больше покупать не буду. Значит, получается, самый идеальный у нас материал для проращивания. Это, получается, пластиковые стаканы, обыкновенные горшочки для рассады, ящики, целлофан и пленокс. Все. Вот я пробовала сажать, пробовала сажать я в лукросил. Но обязательно прокладывала тоже целлофан, чтобы держала это всю форму. Вот видите, хорошо, корешки ровненько стоят. А тонкий целлофан, все это сминается. Потом вот у нас на рынке продают рассаду. У нас делают стаканчики без дна из толстого целлофана. Вот чем накрывают теплицы. Вот из этого целлофана его нарезают, в трубочку скручивают и сажают туда огурцы. Вот я именно так хотела посадить, но спасибо советам. Я, в общем-то, для себя открыла пленокс. Вот. Ну, в общем-то, также буду сажать и в пленокс, и в толстый целлофан. Тонкие вот эти целлофановые пакетики все-таки мне не нравится использовать, поскольку вот туда, когда ты это рассаживаешь, и они вот так вот сминаются и прилипают к земле, и немножечко воздух туда плохо проходит. Все-таки хочется, чтобы держал форму. Но вы можете взять картон, обыкновенный картон, точно так же из картона сделать трубочки. Вот. И заворачивать, например, в целлофан и сверху картон. В общем-то, приспособиться можно, если у вас нет горшочка, всегда можно под рукой найти какой-то материал. В общем-то, мне все, что под руку попадет, туда я и сажаю. Вот сегодня захотела в горшки, буду в горшки. Захотела в целлофан, буду в целлофан. Вот. В общем, совершенно нет разницы. Вот. Так что, если вы смотрите видео, и там вам рекомендуют, что сажать именно так или именно так, нет, можете сажать вообще вот куда угодно, во что угодно. Единственное, грунт, конечно, нужно брать хороший. От грунта очень много зависит. А от тара, в которую вы посадили, ваши семена, зависит очень мало. Главное, чтобы там были дренажные отверстия, чтобы очень хорошо все это дышало. И не упаковывать все это герметично, чтобы обязательно туда проходил воздух. Точно так же семечки. Как сажать семечки? Вниз, вверх, боком. Совершенно нет разницы. Я проводила эксперименты. Хоть как вы посадите семечку, она все равно прорастет. Если семечка здоровая, вот, и способна она развиваться, она прорастет хоть как. Вот. И, в общем-то, такое правило. Мелкие семена сеем поверху, не присыпая землей. Крупные семена присыпаем землей. Вот. Средние семена, в общем-то, ну, смотрите сами, как они вам, если кажутся мелкими, не засыпайте, кажутся крупными, засыпайте. Нету совершенно никакой разницы, как вы это сажаете, как вы делаете. Я вот всяко пробовала сажать. Вот. Зависит от земли, от погоды, от освещения, хватает вам или нет этого освещения, и от полива. Залили, перелили. То есть, это очень важно. Ну, а от того, как вы воткнули эту семечку и в какую тару, совершенно не зависит ваше урожай. Вообще, я начала свое увлечение цветоводством с фиалок и глоксини. У меня было очень большое количество сортов, и у меня практически во дворе дома находится рынок, и я там несколько лет торговала, выносила туда свои излишки. У меня были постоянные покупатели, и я занималась сортовыми фиалками и глоксинами. Но это очень большой труд, это очень много, нужно отдельную комнату для этого иметь, чтобы в таких количествах разводить. Ну, естественно, мне это поднадоело такую грязь дома развозить. И сейчас я эту коллекцию свою сокращаю. У меня уже очень мало фиалок и глоксини. И перехожу на садовые растения. То есть я хочу вот эту вот рассаду держать дома весной, потом все это вывозить уже на дачу и квартиру уже привести в порядок, чтобы тут уже не было у меня земли и грязи. В общем-то, мне уже поднадоело это круглогодичное выращивание цветов, поскольку, ну, конечно, если совсем нет никакой работы, то можно этим заниматься. Ну, а поскольку у меня сейчас есть еще моя основная работа, и так получается, что когда у меня работы нет, я занимаюсь цветами, насажаю целую кучу, а потом у меня аврал работы много, и я даже поливать всю эту кучу не успеваю. Вот, поэтому, в общем-то, я решила перейти на дачное садоводство, я решила перейти на дачное цветоводство, ну, и заодно и выращивать там овощи экологически чистые. Хотя я не знаю, как в нашем регионе получится вырастить экологически чистые, у нас так столько тут всяких паразитов, ну, посмотрим, как мне удастся с ними бороться без химии. И еще у меня будет отдельный плейлист. Мы летом часто путешествуем, ездим на рыбалку всей семьей, я очень люблю рыбачить. И, в общем-то, я буду снимать блоги и выкладывать. Это все будет на этом канале, поскольку цветы и природа, я думаю, что это как-то вещи совместимые. Я не хочу выкладывать это на своем вышивальном канале, поскольку это канал рукодельный. А вот здесь уже канал все, что связано с природой. Я вообще изначально планировала, что здесь будут блоги. Ни в коем случае мои вот эти ролики, они не обучающие. Если вы видите, у меня написано «Цветовод любитель». Я не профессионал. Никакие профессиональные советы я вам дать не могу. Единственное, если я какую-то информацию где-то читала, где-то слышала, видела, где-то там соседи со мной делятся, я с вами делюсь этой информацией. Но очень многое я только начинаю делать, я пробую и экспериментирую. Какие цветы я уже сажала, каждый год я уже 100% там вам могу, по георгины, петунии, там вот эти, вот вы увидите мои ролики, где я с уверенностью все это рассказываю, я уже знаю. Ну, а то, что для меня новое, я точно так же, как и вы, буду экспериментировать, буду пробовать, сажать. Вот, поэтому не воспринимайте мои ролики как обучающие. Скорее всего, это просто видео-дневник, я назвала даже плейлист дневника садовода, там по числам, что, в какой день я сажаю и сею. Даже это больше напоминалка, шпаргалка для меня, на следующий год я буду смотреть по датам, что я когда делала, и мне будет проще ориентироваться. Я уже буду, вот, завела вот этот дневник, и уже я для себя какую-то информацию потом буду записывать, и тогда уже через пару лет я с уверенностью буду уже что-то вам советовать. Допустим, я вам точно скажу, какого числа вы можете сажать морковку, какого числа вам сажать петунью на рассаду, а пока это все у меня больше в качестве эксперимента. Начала я заниматься дачей, ну, вот так вот всерьез, это вот сейчас у меня только второй год идет. А до этого, в общем, 10 лет назад мы первый раз купили дачу, мама у меня захотела, давай купим дачу, ну, вот представьте, что моя бабушка всю жизнь прожила в городе, мама прожила всю жизнь в городе, я всю жизнь в городе, я совершенно не знала, как что сажать. Для меня все это было темный лес, мама до сих пор моя не сажает, это не любит, это дело, и даже мои ролики не все смотрят, поскольку ей не особо это интересно. А вот мне наоборот, все это очень интересно. Бабушка моя иногда какие-то семена во дворе сыпала цветочки, там что-то она огурчики какие-то втыкала, я это помню, и она очень хотела, чтобы у нас была дача, но нам было не до этого, мы такие коренные городские жители, какая там нам дача, я вообще считала, что там на даче ковыряться в земле, какое-то вообще непонятное занятие, а вот с возрастом что-то меня уже потянуло к земле, мне доставляет удовольствие там копаться, единственное, наша сильная жара, когда вот в тени 37-39, жарит по два месяца, я не могу, конечно, на солнце находиться, я езжу только вечером, поэтому очень часто, когда я засажу, засажу весь огород в апреле, в мае, летом он у меня просто уже там медленно засыхает, но, конечно же, я стараюсь вечером перед сном хотя бы съесть, на часочек и полить, все-таки жалко мне, но я сажала только цветочки, весь огород, все 6 соток, я не засаживала, только в этом году, благодаря вот этому моему каналу, я решила засадить всю дачу, я смотрю ваши ролики, как вы там сажаете, как вы трудитесь, мне тоже хочется довести свою дачу до ума, чтобы она была красивая, и вот сейчас мне как раз интересно, что я начала снимать, вот открыла свой канал, как раз в тот момент, когда только мне пришла мысль благоустраивать дачу, и мне очень интересно через 3-5 лет посмотреть, осуществились мои планы или нет, как раз потом я уже буду смотреть вот эти ролики, как все начиналось, вот, в общем-то, мне это было интересно, но, как смотрю, это интересно и зрителям, поэтому я буду продолжать их снимать, мне пишут в комментариях, ну, не часто, правда, пишут, что очень длинные ролики, ну, вы поймите меня правильно, есть люди, которые вообще не умеют сажать, и если я несколько раз показываю, как воткнуть семечку в землю и объясняю, какие существуют сорта петуний, вы поймите, что есть люди, которые вообще это видят первый раз, и как раз в основном это наша аудитория, если вы уже опытный садовод и вы умеете сажать и разбираетесь, конечно, вам будет скучно смотреть такие видео, но новичкам все это интересно, я в магазине две недели назад, когда покупала семена, женщина купила калу, и она спрашивала, как ее сажать, она ее достала из пакетика, и я начала ей объяснять, что вот так надо посадить, вот так надо присыпать землей, женщина берет эту калу, переворачивает ее вверх ногами, так сказать, корешками вверх, и говорит, вот так сажать, я ей назад говорю, нет, вот видите, пимпочки, это точки роста, они должны вверх идти, она опять переворачивает, и говорит, вот так сажать, вот вы не представляете, я 15 минут ей объясняла, как сажать калу, вот где у нее верх и где низ, уже муж у меня занервничал, пошел на улицу курить, но мне не хотелось женщине грубить, и хотелось все-таки, ну человеку интересно, она же хочет научиться, понимаете, а поскольку у меня образование педагогическое, и меня учили, если у вас ребенок что-то не понимает, значит вы плохо объясняете, и я стараюсь объяснить это доходчиво и доступно, поэтому вот будьте пожалуйста терпеливы, аудитория разная, сейчас даже дети многие увлекаются посадками цветов, даже вы же видели, есть наборчики специальные, посади подсолнух, там посади арбузик, вот, и детям очень нравится, и они в общем-то с удовольствием смотрят такие каналы, у меня в подписчиках есть дети, они смотрят мои видео, пишут мне комментарии, вот я общаюсь с девочками, две девочки, у них канал Крис Мэш, Кристина и Маша, они тоже занимаются орхидеями, я смотрю, чем они развлекаются, они смотрят, что я сажаю, вот поэтому, поэтому иногда очень трудно угодить вот разной аудитории, вот, ну в общем, мой канал любительский, и поэтому объяснять я все буду как для новичков и для любителей, у нас есть очень много профессиональных каналов, вот, если вам хочется просто какие-то быстрые обзоры, то, конечно, все это в интернете вы можете найти, ну а я благодарна всем моим подписчикам, задавайте мне вопросы, если вам интересна такая рубрика вопрос-ответ, то я буду продолжать ее снимать, ну если не будет вопросов-ответов, значит, я потом придумаю что-то другое, буду снимать другие блоги, но в любом случае, я постараюсь сделать так, чтобы мой канал не был однообразным, чтобы он был интересный, с вами была Инесса, если вам не жалко, поставьте лайк под моим видео, желаю вам удачи, пока-пока, пока-пока, Редактор субтитров А.Семкин